Доброе время суток, уважаемые родители! Сегодня мы в нашей беседе затронем очень интересную, очень важную тему, а именно о том, как всё-таки устроен человек, как его лечат, как происходят различные необычные ситуации, на самом деле попытаемся многие вещи объяснить с точки зрения устройства человека, с точки зрения его анатомии и физиологии. И вот, чтобы вам было понятно, я начну рассказ вот о чём. Дело в том, что разные географические структуры, разные географические эпохи, разные исторические какие-то срезы в истории человечества, они, естественно, не могли не затронуть вопросы существа человека, его сути, его структуры, его болезни и так далее. И вот, что интересно, с древности в Европе возник такой вот реалистический, так называемый материалистический подход с Древней Греции к здоровью человека, и была основана официальная, так называемая, классическая медицина, и параллельно, примерно в этот же исторический период, абсолютно в разных других частях света, не связанных в то время между собой, в различных государствах Азии, стало развиваться взгляды местных философов, местных учёных на те же самые вопросы. Естественно, что и в Европе, и в Азии они развивались по-разному, и люди воспринимали существо человека с его философскими аспектами, с его, скажем так, внутренним миром, по-разному, параллельно и никак не соединялось, казалось бы. И вот, если мы посмотрим и сравним эти взгляды, мы увидим, что речь, собственно говоря, идёт об одном и том же. И, казалось бы, совершенно независимые суждения, совершенно независимые и далеко стоящие друг от друга философские взгляды на человека, на его сущность, на его здоровье, они практически говорят об одном и том же, только разными словами, разными понятиями. И вот я сегодня выступаю перед вами, с одной стороны, как врач, специалист классической медицины, не просто наученный, а, в общем-то, человек, который это осознал, который это изучал достаточно подробно, а, с другой стороны, как специалист, который довольно долго, достаточно основательно изучал восточную медицину, восточную философию по отношению к здоровью человека разных стран Азии. И вот я вам говорю, заявляю, что взгляды из той, из другой области человека, области географии, они на самом деле говорят об одном и том же. О чём же они говорят? Они говорят, что человек живёт или человек существует благодаря наличию в нём определённой жизненной силы, жизненной энергии, которая распространяется по всему телу. Возникает вопрос, что это такое, откуда она берётся, что является носителем в организме человека, это энергия. И, казалось бы, люди, далёкие от реальности, далёкие от знаний, анатомии, физиологии человека, могут уйти в какие-то мистические взгляды, какие-то мистические направления. На самом деле всё очень просто. В организме человека, в его мельчайшей структуре, а именно клетке, есть органы, которые называются митохондрии, и которые являются энергетической станцией организма. Дело в том, что они вырабатывают, благодаря сложенным биохимическим процессам, они вырабатывают ту энергию, о которой мы с вами всё время говорим. Восточные философы говорят то же самое. Да, человеческая энергия, берущаяся из человека, из космоса, она протекает в течение суток по всему организму человека в определённом порядке. Возникает вопрос для материалистов, что это такое за порядок, что это такое за точки, которые пропускают вот эту энергию, является ли это мистическим моментом, является ли это каким-то моментом, взятым из каких-то верований. На самом деле, опять же, всё очень просто. И биофизики ещё в середине XX века установили, что, да, действительно, такие точки есть, но они не просто точки, они группы клеток, в которых снижено сопротивление электрическому току. И если мы применим к телу человека основной закон физики, а именно закон Ома, в который говорит о том, что чем ниже сопротивляемость, тем выше скорость движения заряженных частиц, то мы получим, что в организме человека есть группы клеток, через которые заряженные частицы, а именно в данном случае биологическая энергия, электроны, они протекают гораздо быстрее, чем в других участках тела человека. Если мы посмотрим, где же располагаются эти группы клеток, мы придём к выводу, что они располагаются именно по определённым линиям, которые в восточной медицине называются меридианы, и по этим меридианам протекает энергия гораздо быстрее и гораздо эффективнее будет ситуация, когда мы воздействуем на эти точки, на эти группы клеток. Как видите, нет никакой мистики, нет никакой загадки в этом. Всё открыто, всё изучено, и специалисты, обучающие и умеющие воздействовать и использовать эти знания, они занимаются лечением таким образом, такой методикой, и в этом нет ничего сверхъестественного. Возникает другой вопрос. Хорошо, существует энергия, существуют какие-то токи, какие-то заряды, как любые заряды, и это доказано физиками, за это получали награды и Нобелевские премии, и таких первооткрывателей, таких знаний считают гениальными учёными. Именно благодаря их открытиям мы знаем, что, опять же, нет никакой мистики, что определённые энергетические заряды несут определённое количество, которые называются квантами, информации. И действительно, эту информацию человечество получает, человек получает в режиме онлайн. Вы спросите, как же так? Объясняю, всё очень просто. Кора нашего головного мозга устроена таким образом, что аналитические центры коры головного мозга, принимая информацию, её анализируют. И действительно, когда человек находится в сознании, он любую информацию воспринимает корой головного мозга и анализирует нашими центрами, что отличает, кстати, человека от животного. У животного нет аналитических центров, и животное не способно проанализировать ту информацию, которую она получала извне. Наши органы чувств, зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, воспринимая информацию от окружающей среды, дают нам определённую картину мира. Ну, обычный пример, легко это проанализировать. Я вам говорю, допустим, лимон, вы меня слышите, и тут же вы представляете, да, жёлтая, плотная, твёрдая, круглая или овальная предмет, который обладает приятным, определённым запахом, приятным кислым или неприятным для кого-то кислым вкусом. Вы это всё прекрасно ощущаете, и вы это всё понимаете. И вот я вам говорю, например, ну, для тех, кто никогда не сталкивался с таким словом, финхуа, например, да, и что. И если человек не знает, что это такое, для него это вообще ничего не представляет, пустой звук. Почему? Потому что он не знает, что это такое. Центры не могут проанализировать ту информацию, которую они получили. И возникает следующий вопрос. Ну, хорошо, человек в сознании, понятно. А когда человек без сознания, например, сознание отключено, ну, чаще всего это происходит тогда, когда человек спит. Мы получаем какую-то информацию, она идёт в режиме онлайн, что воспринимает, каким образом воспринимает. Тоже есть ответ на этот вопрос, и эта ситуация достаточно известная. Дело в том, что в организме человека есть определённая структура, железа внутренней секреции, которая называется эпифис. Она располагается в головном мозгу, чуть-чуть ниже, в том месте, где заканчивается кора головного мозга, и эта маленькая шишечка воспринимает информацию, которая поступает из окружающей среды в человеке, когда человек не находится в сознании. Эту информацию он анализировать не может. Вот это очень важный момент, потому что в эпифизе нет аналитических центров. Когда мы сталкиваемся с такой информацией? Ну, очень часто мы сталкиваемся с ней, когда мы видим сны. Что такое сны? Это та информация, которую мы получили из мира космоса, из окружающей среды. Понять и проанализировать её мы не в состоянии, мы в состоянии только воспринять. Поэтому сразу, как бы, попутно, да, не надо заниматься тем, что анализировать сны. Эта ситуация совершенно неблагодарная и совершенно нереальная. Другое дело, что мы, если запоминаем, мы должны эти сны принять к сведению. Это с очень большой вероятностью может произойти не обязательно с вами, с близкими и так далее. Поэтому такое вот понятие, такой термин, как «вещи и сны» имеют под собой определённую физиологическую структуру. Теперь вот такой момент. Мы с вами прекрасно знаем, что организм человека устроен по-разному. Ну, например, есть люди, обладающие совершенно уникальным зрением. Да, вот там белки в глаз попадают, там рогатки и без всякого... Да, не прицеливаясь даже. Есть люди, обладающие совершенно уникальным слухом, да, которыми обладают вот очень маленькое количество людей. Есть люди, у которых очень хорошо и лучше других развит, допустим, вкус. Да, и есть даже замечательные, в своём роде уникальные дегустаторы, которые великолепно определяют даже по каким-то крошечкам продуктов, из чего они сделаны. А есть люди, у которых очень хорошо развит эпифис. И они воспринимают информацию гораздо лучше и гораздо больше, чем обычные люди. И вот таких людей мы называем экстрасенсами, контактёрами. Ну, наиболее такой знаковый пример таких людей – это Ванга, Вольф Мессинг. Таких людей, на самом деле, достаточно много встречаются в жизни. И что происходит у этих людей? Они воспринимают информацию гораздо лучше, чем все остальные, но не могут её анализировать. И вот после небольшого перерыва мы вернёмся к рассуждению о том, что же это такое и как этим пользоваться, как с этим обращаются в жизни, в мире. И пока, до новых встреч, до свидания. Как говорится, не переключайтесь. Продолжение следует...